Харикадха от чистого предного, она очищает сердце и убирает все анархи. Если надо поднять голову одними, мы должны были быть очень привязаны к слышанию. Из наставлений, которые исходят от духовного учителя. Если мы слушаем внимательно и помещаем сердце, самое глубокое сердце с верой, то это произойдет миракл. Чудо, да, и защищает наше сердце. И создает все благоприятное для человека, который слушает эти наставления. Так Шелубоксенсор, Святер Кур, он тренировал преданных, чтобы они становились чистыми преданными, чтобы они становились духовными учителями. И затем обучали весь мир. И так мы пришли в ту линию, и в эту линию мы пришли. Поэтому мы очень удачливы, потому что наши духовные учителя, они дают нам благословение реализовать все вещи. Они хотят, чтобы мы очень глубоко реализовали все эти вещи. Курдеф, он всегда подчеркнул важность этого. Он всегда подчеркнул важность следования по стопам Рупануга Ваишнавы, нашей Гуру Варги. Поэтому нужно, на самом деле, вглубь смотреть наши философии и следовать, главное, что там говорится. И таким образом жить под руководством чистого преданного. Духовный учитель очень-очень милостив, и мы должны поклоняться ему, служить ему. И его подословение, это производит чудо в нашем сердце, освещает наше сердце и дает вдохновение. И это вдохновение, оно естественным образом вытеснение, это все неблагоприятно, и нам не нужно будет каких-то особых сверх усилий предпринимать. Поэтому мы очень удачливы, что мы пришли в Ленин Махафрабу, Рупануга Ваишнавы, наши Рупануга Ваишнавы, все они полны милости, все они благословляют нас и хотят, чтобы мы обрели духовное благо. Если мы хотя бы всю нашу жизнь посвятим... Бхаттан Сарасвати говорил, что если вы хотя бы одну жизнь потратите на жизнь в храме, то будет успешно. Я сам не могу так, но я говорю вам, я сам не действую так, но я говорю, что если вы сможете так сделать, то вы будете очень удачны. И говорит, глядя на вас, я, может быть, тоже когда-нибудь останусь и проживу все время в храме. Вы все время слушаете Прамешу и Прабу. Прамешу, который ваш Шик Шигур, а вот мой Шик Шигуру, Шидар Мухараш, ваш также Шик Шигуру. И так надо принять прибежище. Выхоттусный стоп. И это необходимо. Нектар нам необходим. Бхаксир Шагштар без своего храма говорил, что духовная жизнь — это нектар. Если мы... это затопит весь духовный мир. Мы как преданные, вы должны быть квалифицированы и не соглашаться ни на что меньшее. Если вы соглашаетесь на что-то не меньшее, то вы неудачник. А если вы неудачник, как вы идете в это, да, то вы... Еще вы, если хотите бхакти, примите то, как бхакти, то будете очень, очень... Достейте успеха. Саджан Прабу говорит, вы Майя Шик Шигуру, Мухарадж? Микрофон, батарейку запишем или там, вот что-то, в которых включается? Длинный такой. А? А? Номин. А? А? Динам. А? А? Субтитры создавал DimaTorzok 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 Ну, что Кришна делает? Кришна не смотрел на эти плохие качества Он не смотрит на плохие качества у кого-то Он никогда не обречает на них внимание Кришна всегда смотрит на как бы на позиативное качество на бхгатю, на псих ten бхгат State Поэтому Курдеж говорил, если такой неблагочетивый человек получил от Кришны положение кормиться на галоке, то если кто-то ради Кришны совершает омоление, одевает чистой одеждой, наносит силы, совершает бхакти, то какое сокровище Кришна даст этому человеку? Что, если Кришна демонам, даже демонам так благословит, то насколько Кришна большое сокровище дарит своему преданному? Если даже предлагая яд во благодарность за это, Кришна дает высшее положение в своей обители, но если преданный с любовью в свое сердце, даже не мимчивый, либо что-то очень простое, какие-то сладости, либо какие-то фрукты, масло, либо еще что-то, если кто-то предложит эти вещи, разве так уже не даст ему? Так уж же, конечно, дарит такого преданного огромной милостью. Итак, тот, кто, то есть та Кришна, которая пила кровь младенцев, получила местные нагологи, что это за царство? Что это за королевство? Что это за царство? Что это за королевство? Если Путань дал такое возвышенное положение, что ты отдашь? Как ты наградишь своего преданного? То есть, если ты высшие вещи уже дал Путань, интересно, что еще выше этого ты дашь своему преданному? Однажды человек пришел в царство, это горы ученики пришли в город в Ате, и там, в этом городе все продается по одному рупи, все одной цены, да, фикс прайс. Килограмм ги – 1 рупи, килограмм картошки – 1 рупи, 1 рупи. И туда ученик смотрит, говорит, ну, ничего себе, такой классный город, никогда я такого не видел. Все стоит всего лишь по одному рупи. Давай останемся здесь и постараемся больше есть сладости, рабри, русы, гулов и так далее. Мы будем просто, как бы, ну, отъедимся, здоровье поправим. Город говорит, тут, видимо, король слеп, и все жители слепы, в смысле, не в сознании, не в адеквате. Потому что все по одному, по одному рупию. Это не рабочая схема, так? Ненормальное, что-то ненормальное здесь происходит. И Гурдев говорит, пойдем отсюда. А ученик говорит, ну, Гур, вы можете уходиться, я останусь. Потому что все здесь так, дешево, все по одной стоимости. Гурдев говорит, если ты найдешь какую-то неприятность в этом городе, просто помня по мне, я тебя спасу. Гурдев говорит, да, без проблем, конечно, я останусь здесь и буду наслаждаться здесь всякими сладостями, всякими деликатесами. И однажды вор собрался в чей-то дом, и эта женщина увидела вора, и она пожаловалась к царю. Вчера ночью, залез ко мне в дом. Я видела этого человека, ну, со спины. Он был высокий, такой здоровый. И тогда царь, ну, всех здоровых таких проведите будем. Надо найти этого здорового человека. Ну, а этот ученик за это время покажил, там уже потолстел так нормально. В общем, полиция его схватила. Его обвиняют, говорят, а ты вор, а ты украл, ограбил эту женщину. Потому что она говорит, что со спины ты похож. Потому что такой высокий, здоровый. Хороль говорит, за это мы тебя повесим, потому что ты вор. А, это очень говорит. Ничего себе, Гурдев был прав. Этот царь, он как бы слеп, он не может понять, что глупо слеп, он понимает, что я не вор. И он тогда вспомнил о своем Гурдеве. Тогда царь спрашивает у него, у тебя есть последнее желание? А ученик говорит, да, я, видите, на желание хочу Гурдев встретить. И они позвали его гуру. И ученик говорит, да, Гурдев, вы были правы. Действительно, я вот тут ел столько много всяких великатесов, я позолстел, я поправился. И теперь они говорят, что я вор. И хотят меня повесить. Видимо, действительно, этот царь сумасшедший, физик сумасшедший. А Гурдев говорит, ну я же тебе говорил, что здесь странные вещи какие-то происходят. Ну и ученик раскаялся, говорит, Гурдев, что же делать? И Гурдев говорит, ладно, мы сейчас с тобой начнем драться, начнем спорить. Я буду говорить, что нет, меня нужно повесить, а ты будешь говорить, нет, меня нужно повесить. Мы будем, короче, спорить перед царем. И они начинают это делаться, а царь думает, хочу себе, что это они спорят за то, чтобы быть повешенными. И он к этому гуру обращается, говорит, а чего, почему вы спорите, чтобы быть повешенными? Гурдев отвечает, как раз вы не знаете, раз в сто лет это удивительное время. Если сегодня кого-то повесит, то он точно в рай пойдет. Поэтому я хочу в рай, я хочу, чтобы меня сегодня повесили. Поэтому мы спорим, кого должны повесить. И царь думает, ну ничего себе, раз в сто лет, такой удивительный день. Какая удача, что если повеситься в этот день, то в рай попадешь. И царь говорит, так, валите отсюда двое, вы двое. Моя мать, она уже старая, я повешиваю ее, чтобы она отправилась в рай. Чтобы она отправилась в рай. И Гурдев тогда говорит, ученику, давай, побежали отсюда. Убежали из этого царства. Итак, этот царь повесил свою мать. Что я тогда с вами спрашиваю? Твое царство, оно как вот это вот царство сумасшедших. Если тут она пришла, чтобы травить себя, и ты дал такое восхищное положение на Галоке, что же ты дашь своим друзьям Цакья Раси, своим друзьям Вацалия Раси, Гопирадхарани? Что же ты дашь? Какое ты благо подаришь им? И Кришна говорит, нет, нет, мое царство, оно не похоже на это царство сумасшедших. Как человек поклоняется мне, так я ему отвечаю. Если человек поклоняется мне с любовью, я так же дарю ему любовь. Вишма Патама, а Господь Брама, он был спит с толком, выделяю Кришналилу. В этой шлоке говорится, Господь Брама говорит, «Кришна, если ты даешь такое возвышенное положение путаника, что ты дашь? Враджавасе, своей матери, своим друзьям, Шмапирадхарани, что же ты такое благо ты дашь?» Путана смогла обрести тебя, смогла обрести содержание тебе. Нагалокия – это самое высшее, что нужно обрести душа. «А, Враджагопи, твои друзья, Мамышода, что же ты есть, что у тебя есть больше того, что ты дал путани?» Кришна отвечает, «Не думай так. Я настолько попадаю в зависимость от любимой предмы, что я становлюсь их лошадью». Путана обрела лишь положение кормилицы, что уж говорит о том, чтобы быть моей матерью. «Как же их думать, что Scott, вы красните. Они стоят мест utiliz flavour. Ч ME lembrli!'» И они встаютパ pumped. «Мальчик trouve, когда каждый поднимаются тег или трапем Meredith. «Крупки ультупают руки и строят несколько» « GO ordered juste never choice, если они встают нак дастassium данным» «Нистhesion» «Втор Huge people Administration & Carol бутылят свою мет Mackmlule встальные бренды иmares suicide». Кришна стоит, держит лестницу, а его друг залез, ест, его друг съел манго, и Кришна бросает косточку. И Кришна облизывает косточку с большим удовольствием. Пастушки из себя, ну как бы, из друг друга строят пирамидку, и кто-то сверху залазит, начинает есть манго. И там, скидывай косточку. Или Шидам, говорит Кришна, Кришна, у тебя у отца сколько тысяч коров? Я, девяносто, девяносто тысяч, а у моего миллион сто, я лучше, чем ты. Мама, и что вообще с Кришной привязывает? Что уж говорит о Браджиготе? Кришна сам говорит, Кришна сам говорит, я никогда не смогу отплатить вам за вашу любовь. Кришна настолько попадает в зависимость, под контроль своих преданных, что уж говорить о любви, в чемате Радхарани. Смара Гарла Канданам. Кришна говорит, Кришна кладет свое пирог из стопа, и свое имя спишет он на стопах Шимати Радхарани. Поэтому Кришна всем одинаковое не раздает. Он отвечает в соответствии с любовью, с какой любовью преданности, преданности, с такой же Кришной печаль. Кришна очень большой комментарий пишет, описывая эту леву. В общем, Ассундар, Среди всех Среди всех клубов, которые дают благословение, ты выше. Я не хочу Я не хочу положения независимой героини, я хочу стать служанкой Шимати Радхарани. В чем же такое воздушное положение в Манжаре, служанке? Потому что есть лилы, на которые не могут попасть даже близкие подруги Шимати Радхарани. Но в эти лилы с окраиной леда легко попадают служанки Шимати Радхарани. Пранапрешта, Сакхи. И они, эти Манжаре, они совершают все ряды служений, любое служение. Бурдхах пишет, что Кришна, он больше всего попадает, ну, контролирует любовь Шимати Радхарани. Прабадан Дасрасати Патт говорит, что в Кунжах, где Шимати Радхарани, сидит и испытывает реагирование гнев. Он говорит, и она Шимати Радхарани говорит, что я не хочу видеть ничего черного, ваши брови, покрасьте в белый цвет, волосы, все черное. И мою косу тоже покройте белыми цветами, ничего черного я не хочу видеть, не позволяйте ничему черному проник, попасть в эту Кунжу. И Кришна подходит к Манжаре, который охраняет вход в эту Кунжу и молится Манжаре, позвольте мне войти. И Прабадан Дасрасвати молится, я хочу стать одной палочкой в метле, которую подметают эту Кунжу. Прабадан Дасрасвати Прабадан Дасрасвати А лила Ирати Кришна, они очень сокровенны. И в которых Даси Вацалии Бхавы, куда они могут Даси Вацалии бхавы пойти, они не могут понять цифлил. Кто квалифицирован? Только сакхи, только подруги, только сакхи, они могут участвовать, когда напитывать, украшать цивилы, никто не может, кроме них, войти, в эти лилы и самое высшее цивили, дживы, дживы, это вот служить в этой сакхе, в Дасе, Бхаве, в Маджаре, Бхаве, в общем, служить в Божесной щите. Таким образом, Кришна являет огромное число независимых прекрасных лилов Раджи, и он весь Радж затапливает любовью, любовью, нектаром, своих лилов. Когда Кришна родился в Гакуле, вначале Путана пришла, когда Нанабаба, он был в Мадхуре, он ехал в Мадхуру, чтобы заплатить налоги, потому что уже много дней Нанабаба не платил налоги. Он думал, что у меня нет детей, и зачем мне больше денег, о чем еще заботиться, потому что обычно родители они зарабатывают, чтобы состояние осталось детям. Он думал, зачем мне все это поддерживать, сохранять, но когда родился Кришна, он почувствовал столько счастья, он подумал, что, о, у меня сын подрастет, выйдет замуж, у меня будут внуки, и все это будет у меня. Ну, то есть, нужно будет наследство, нужно будет, чтобы это было в моем доме, в моем дворе, поэтому, говорит, я постараюсь это все бы сохранить, поэтому я буду законопослушным, проеду, заплачу налоги. И он приехал в Мадхуру. Когда Аканси хотел убить переходу на свою дочку деваки, ну вот Йокамарни when those people were тогда, вот, тогда, вы когда espí не of the Las Или как бы, ну, как бы.... как Жасутев Махарадж Nanab 65 встречает, он вспоминает как танца Он же столько хотел убить ребенка, Деваке. И он говорит, знаешь, сколько шканцы, видя это, он говорит, Нанди, говорит, Ника, не оставляй, не оставляй Кришну, как бы возвращайся, возвращайся скорее во вражь и позаботься о Кришне. Надо повозвращать, смотришь, что Путина, уже лишь убитое, и он думает, что, это вот потому, что я ушел израживать. Стоит не уйти, как случается, что-то какая-то неприятность, и тогда они решают, никому не позволяют, как бы, непосторонним ходить в вражь. И как раз Шанкара ходит и ищет Алакниранджан, как бы, в поисках Кришны, Даршна, получит Даршат Кришна, он приходит в Гакулу, а как Шанкара выглядит, у него, его тело украшают змеи, пепел, он сидит на быке, как бы, такая устрашающая форма, и Шанкара приходит, мама еще да видит это все, и говорит, испугалась, говорит, ты кто такой, этот, ты вообще, что сюда пришел? А Шанкара говорит, я хочу видеть его сына. Шанкара думает, что? Я видел все эти вилы, Господа, ну, Парабрахман, сверховный Господь, он родился как маленький ребенок, и он плачет, когда голоден. Мама Ешода кормит его, мама Ешода учит его ходить. Тот, кто поддерживает, создает эти все вселенные, надо Баба, его учит ходить. Шанкара говорит, я никогда не был таких лил. Тогда Мама Ешода отвечает, говорит, я пугаюсь формы, а мой сын, как бы, маленький, если хочешь какие-то одежды, драга ценностей, я тебе что угодно отдам, но сына я все у тебя ни за что не покажу. Харашин Харбарит, а, ты не хочешь показывать Кришну, тогда я останусь здесь. Я в свой трезубец тут воткну в землю и висеть тут. Когда он станет молодым, когда он подрастет, он точно выйдет. А до этого момента я буду сидеть тут. Мама Ешода говорит, у меня четыре выхода из дома. Я его никогда не выпущу из этого выхода. Шанкара говорит, о, у меня 11 форм, 11 рудер. Потому что у Шанкара есть 11 форм, рудер. Он говорит, я приму эти 11 форм. Я в каждом углу как будто бы находиться в каждой стороне. И Шанкара стоит снаружи, Мама Ешода возвращается обратно и пытается спрятать Кришну. Когда Шанкара молится Кришну, о, Кришна, я вам виду все твои формы. Но я делал твою вот эту вот форму Ржанда-Нандана. Шанкара, никто, ни одна лила без меня обходится. Рама Лили, Мханума, Махапрабули, Лихадвайта-Ачаре. Кришна Лилия приходит, как Шанкара. Так, Шанкара, он играет в свой барабанчик и ждет. А, Кришна начал плакать. Мама Ешода, когда она заходит и видит Кришна плачет. И мама Ешода пытается успокоить, но ничего не помогает. Там Ешода думает, почему он не останавливается? Почему он постоянно плачет? Так, так, он сказал Ешоди. Это все из-за этого бобы, который сидит в воротке. Он просто играет в свой барабанчик, поэтому Кришна плачет. И он там колдует, что-то делает, поэтому Кришна плачет. И просто один раз покажем быстренько Кришну. Тогда мама Ешода решает, хорошо. Она его окутывает в черную одежду. Она выносит ему черный тилок. Она с огромным нежеланием выходит и выносит Кришну. И она зовет, говорит, Шанкар, о, Баба, иди посмотри. И Шива подходит, и мама Ешода быстренько показывает его. И Кришна плакал. И теперь Кришна заулыбался. И мама Ешода говорит, о, этот Баба, он какой-то волшебник. Волшебник, потому что Шанкар, когда посмотрел на Кришну, а Шанкар заплакал. Он что думает, вот, этот Баба на себя взял, на себя взял плач у моего ребенка. Мой теперь ребенок смеется, а Шанкар плачет. Наверное, этот Баба, он обладает какими-то ситхами, совершенствами. Как будто магию знает. И когда мама Ешода говорит, оставайся. И Шанкар говорит, хорошо, я останусь здесь. Твой сын никогда не будет плакать. Но есть одно условие. Когда ты будешь купать Кришну, то я хочу, чтобы эта вода стекала мне на голову. Шанкар принимает ганку на свою голову. Многие люди, они издалека приходят на ганку, перезачеркивают ганку, несут обратно свои города, поселения, чтобы Шиву палить этой водой. Потому что Шива очень любит эту черинамриту. А что такое ганка? Это когда Ваманадев принял тревикровую форму, огромную форму, он своим шагом пробил вселенную. и поток небесной ганки хлынул в этот мир. Таким образом, ганка мыла стопы вишну. А Ваманадев это Амша, Амша, Амша Кришна. И черинамриту всего стоп, она очень цена, Кришна очень любит. А здесь у Кришны, то есть у Шивы, шанс получить черинамриту как бы от источника, от Кришны, источника всех аватар. Поэтому Амша говорит, да, конечно, если ты взялся, что он не будет плакать, без проблем. И Гаршива говорит, второе условие, все, что будет оставаться там, остатки пищи Кришны, тоже давай мне. Поэтому мы никогда не принимаем Маха Прасад от Шивы, только в Лингарадже, в Буванешвари. Почему? Потому что вначале, перед тем, как предлагать Шиве, этот Прасад предлагают в Асудеве, а потом предлагают Господу Шиве, и вот тогда мы его принимаем. Также здесь, в Жиганатхапури, сначала предлагают Пасад Жиганатхи, а потом Бимали Деве, и потом вот так, мы такой Прасад принимаем. И так, сейчас даже, то есть, и так, на Дагаоне сейчас Черенабриту, то есть, когда Божество бывает там, вода стекает нашим Альдингом. До сих пор это лило, как бы, происходит. Гурдев описывает это лило. Подчеркивает, насколько Крисна проявляет лилы, которые затапливают весь врач в любви. Это местная поэма на местном языке. Мама Ишода говорит, то Шанкар, всегда оставайся здесь. Иногда копии, они говорят, Шанкар, Мама Ишода, зовет тебя. Потому что, кто так лазил, Кришна похоже. Поэтому, приди, и сделай что-нибудь там, поколдуй. Есть Йогия Кунда на Дагаоне. Ишанкара всегда присутствует на Дагаоне к Артеку Гурдев. Здесь месяц он посвящал обсуждению Дамадараш. Дрампограма, аплама. Амбабол, я хочу сказать, Д apparentение, вот, дрампограма, там, то есть, он говорит, и. СМЕХ. 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 Ну, с. СМЕХ. СМЕХ. Продолжение следует... 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 В общем, я навекал на то, что я не могу без милости собрать усилие, поэтому нужна только милость. А Гурдев говорит, а я без усилий тебе не могу дать им давать милость. В Баджере Гурдев сказал последний день, все, что я сказал вам, сохраните глубоко у себя в сердце, потому что в следующий раз, может я приеду, может не приеду в Баджер, это было в 2008-м, и в это время кто спросил следующий день, Гурдев говорит, что вы, может не приедете в следующий раз, что вы, и человек сказал, вы знаете, какое наше положение, мы как листочек, если дерево говорит листочку, я тебя брошу, то останется листиком, оно точно сосохнет, поэтому Гурдев, пожалуйста, никогда не говорите, что вы, как бы, уедете, никогда не приедете. И Гурдев говорит, есть разница между деревом и растением. Дерево, как бы, ну, растение нужно поливать, маленькое, но когда это, как бы, это саженец вырастает, большое дерево, у него появляются глубокие корни, длинные корни, оно само может питаться, сейчас вы уже стали этими деревьями, и вам не нужно, вас не нужно поливать, вы сами способны пить воду. Мы не стали деревьями, в 2008-м году, а через два года Гурдев ушел. Я чувствую, что я так и не стал этим деревом, потому что я еще, я, говорит, я и не дерево, я даже не чувствую себя этим растением маленьким, я даже не вообще, даже не знаю, я просто, как бы, чувствую, что я засох. Господь Патри Штар Махарадзе сказал, очень важная вещь про Кришна Кадху. Основа всего это, как Кришна Кадха. Дамодараш, который мы сейчас считаем, хорошо описывает все истории Кришны, Миранта, Нимакджанта, Акьяпаянта. Я немножко расскажу про Катяний Врат. Маленькие гопи, они совершали Катяний Врат, чтобы у них был, ну, чтобы выйти замуж удачно. В Индии свадьбу устраивают в 13 лет, иногда даже 10-12 лет, 10-12 лет раньше, не позже, ну, как бы, 10-12 лет, и девочка уже вдвале замуж. сколько лет? сколько лет? сколько лет? как бы 5 лет? это не умер почему? вы умерли? сколько лет было я не знаю я не знаю Когда Кришне было 7 лет, в тот момент ему было 7, девочкам было 4-5 лет, 6 лет. Кумари, Кумар Кумари. Те, у кого еще не проснулось в разделении. Кумар Кумари, как думают, основной перевод, тот, у кого еще не появилось половое желание. Эти маленькие девочки, которые не знают, в чем разница между мужчиной и женщиной, они поклоняются Катьяни-деве. И они молятся, как-то возможно, что те, у кого нет еще понимания, как только мужчина и женщина, молятся, чтобы Кришна был их мужем. Как это возможно? Переводы, которые делал Паджапатир Тхамахарадж, 10-й песни Багаватам, Баба Паркаш Каврити. Он использовал цитаты из Капала Чампа. Он говорит, что Кумар и Кумари возраст – это возраст, в котором Камадев не влияет. Камадев не влияет, но… Но… В общем, девушка врач же не просто маленькая девушка, то есть там мадан-мохан, мадан как-то сводит с ума, мохан, да, любовью. Они не мадан, но мохан, они еще не мадан, но мохан. То есть у них есть шестая любовь к Кришне с самого как бы их рождения. И вот мы когда приятри повторяем, там слово «прощу даят», прокажьте руку, то есть мы говорим «проявись в сердце», да? «Ананга», «Ананга» про что дает? «Ананга» значит только полонит тело. Камадев был сожжен дотла Шивой, поэтому Камадев, он стал как бы бестелесным из тела. И человек с вами об этом хорошо описывает, он говорит, что если парень, девушка любят друг друга, у них есть две тенденции. одна первая – это служить, вторая – тенденция наслаждаться. если премика любит преми, она готовит хорошее там эти блюда, стирает или еще как-то служит, то есть она проявляет силу в ритии, настроение служения – это первое. второе – вторую тенденцию, ее желание наслаждаться. Итак, служение, настроение служения, вот тогда тенденция – служить – это любовь. если мы берем семечко, садим, оно прорастает на дерево, это дерево – это продолжение семечки. Таким же образом, если герой любит героиню, может ли они поднимаются. Это как плод прорастает, но как растение, которое растает из семя желания наслаждаться. Это верите, желание распрощаться, наслаждаться. Итак, это, представьте, любовь, в которой нет желания наслаждаться, есть только желание служить. И такая любовь называется ананга, да, бестелесная. Так все эти кумари, они ананга. У них нет ни малейшего желания наслаждаться. У них есть только желание служить. Но Иископал Чампул, эта цитата в света, говорится, что во враче миллионы, миллиарды кумари. Никаких телефонов, ватсапов, но они собираются в одном месте. Есть пословица на английском. Говорится, что птицы одного вида собираются в стаю. Птицы одного цвета собираются в стаю. Все эти кумари, те, кто любят Кришну, два, три, четыре, ну, то есть, в смысле, там, сколько им, там, четыре-пять-шесть лет, они все собрались вместе. И они все обсуждают, как нам получить Кришну в мужья. Они не создаются, почему Кришна именно тебе? Нет, это мне Он должен остаться. Только мне. Кришна всего семь лет. У него нет еще барманического шнура. Как Кришна выйдет замуж, он женится. У него всего семь лет всего. Они даже не думают об этом. У них просто внутреннее желание, чтобы Кришна был их мужем. Это желание столько стильное, что они не могут популировать его. Когда Вринда Деви приходит, она понимает, что все девочки любят Кришну. И она думает, что надо что-то сделать, чтобы предпринять. И она говорит, вот опять про эти два пальца. Хорошо, чтобы получить Кришну, нужно два пальца. То есть мы усилили совершить, а потом получить милость. И это было в Картику. Ну, они не сказали, что мы подождем до лета, когда потеплее станет. Тогда мы будем совершать косяневрат. Нет. Они говорят, что проблема даже после Картика. Месяц Аграхам. Декабрь, ноябрь, декабрь. Я не начинаю палец в Кришне Деви. Я не начинаю палец в Кришне Деви. Саддана. Молитва. Молитва увеличивается. Усиливается. Тогда Кришна появляется в форме Катьяне. Катьяне, на самом деле, поклонение Катьяне, это просто как такое, ну, как сказать, предлог. Так, чтобы молиться о любви к Кришне. Вот так гопи совершали Катьяне врат. Гор примананда и хари хари. Город тихольку. И orang и человек. Видят к optimisticику. Субтитры создавал DimaTorzok Добро пожаловать в Казахстан! 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 Добро пожаловать в Казахстан!